Привет, друзья! В этом видео я покажу вам все свои раскрашенные работы на этой неделе. И успела я пораскрашивать в трёх вот этих раскрасках. И даже одну из них закончить я сделала усилие и закончила раскраску Удивительный Китай. Так что давайте посмотрим все работы по порядку. И начнём с раскраски Уэнстей, спиральная раскраска. Здесь я раскрасила вот этого персонажа справа. И, как видите, у меня не хватило гелевой ручки. Одна ручка у меня была более тёмного фиолетового цвета, а другая посветлее. Закончилась прямо на середине раскраски. Вот. Ну, это не так сильно заметно. По крайней мере, на видео даже чётче видно, чем в жизни. Тем не менее, ещё один портрет раскрашен. А всего у меня тут осталось 4 портрета, чтобы закончить эту раскраску. Так что я думаю, что уже скоро совсем я покажу её тоже в законченных моих работах. Следующая раскраска, которую хочу вам показать, это Удивительный Китай. И я её, как уже сказала, закончила. На этой неделе я раскрасила очень много работ в ней. Начала вот с такого дракона голубого. Раскрасила карандашами. Виста Артиста Интенс. И в этой раскраске очень простые работы. Я над ними долго не сидела. Раскрашивала их максимально просто. Зато очень большое удовольствие получала от раскрашивания. И это были такие действительно антистресс-картинки. Вот этого дракона, непонятного всего переплетённого, я раскрасила маркерами. И тоже у меня заняло это очень небольшое количество времени. Единственное, что тут, конечно, сложно было понять, где у него руки-ноги. Странные немножко здесь картинки в этой раскраске. Но раскрашивать их доставляет мне огромное удовольствие. Также вот такие вот два птицы Феникса. Эту картинку я раскрасила карандашами. Выглядит очень ярко. Вообще карандашами Виста Артиста мне нравится раскрашивать вот такие вот очень простые работы. Эту птичку я тоже раскрасила ими же. Более сложные работы ими не особо вот раскрасишь. А такие простые. Действительно, очень здорово ими раскрашивать. Так что я довольна. Ещё одна птичка. Здесь вообще в этой раскраске очень много птиц. Фениксы в основном и другие различные птицы. Эту работу я делала маркерами. И огромный плюс этой раскраски, что работа здесь односторонней. Поэтому раскрашивать можно абсолютно любыми материалами, в том числе маркерами. И последняя работа. Вот такой журавль. Раскрасила я здесь карандашами. И как видите, намного меньше усилий прилагала. И получилась более такая нежная и бледная работа. Я обязательно пролистаю эту раскраску целиком, но в отдельном видео я выложу отдельно, как законченную раскраску. Я думаю, что вам будет интересно посмотреть все работы в этой раскраске. Так что обязательно дождитесь этого следующего видео. Выложу его в ближайшее время. И, наконец, самая сложная работа, самая трудоемкая, но и самая красивая, можно сказать. Это работа в Хани Карлсон. Это такой котик. Еще я думала, что, возможно, это рысь, потому что у него ушки с кисточками. Но все-таки мне кажется, что он больше похож на котика с тремя мышками и фонариком. Это была работа на марафон Ольги Рани. А тема была фонарь. И я вот в Хани Карлсон нашла эту иллюстрацию и решила ее раскрасить. Все полностью здесь раскрашено гуашью. Карандашами я ничего не дорабатывала. Мне нравится эта работа. Она очень яркая получилась. И котик такой симпатичный. Конечно, довольно долго я раскрашивала его шерсть мелкой кистью. Вырисовывала каждую шерстинку. Возможно, шерсть тут получилась не так уж сильно и реалистично. Но времени, конечно, я потратила на нее немало. Иллюстрация справа была уже раскрашена. И я взяла такой же синий цвет гуаши для фона. Только сделала фон однотонным здесь. Также я использовала немного золотого акрила для цепей, которые на коте надеты. Как видите, они блестят и переливаются золотом. С этими цепями я, конечно, намучилась. Очень много времени тоже заняла вырисование вот этих бусинок. Вот такая работа получилась. В целом, я этой работой довольна. И пишите в комментариях, какая из работ вам понравилась больше всего. На этой неделе я сделала покупку. Я заказала вот такие вот две раскраски. Они называются «Картины по номерам». Они абсолютно одинакового формата, от одинакового производителя. Это раскраски от «Профпресс». И здесь есть две серии «Животные» и «Вдохновение». Вот эта первая раскраска называется «Животные». Здесь есть разные животные. И какие здесь иллюстрации показаны на обратной стороне. Формат очень большой. Это три примерно. И вот такие замечательные иллюстрации здесь присутствуют. Единственный недостаток, что количество цветов и номера цветов представлены только вот здесь вот на задней стороне. И придется как-то переписать, перерисовать эти номерки. И подбирать цвета заранее, возможно, чтобы раскрашивать было удобно. И каждый раз не перелистывать и не смотреть на обратную сторону. Вторая раскраска из этой же серии называется «Вдохновение». Здесь разнообразные работы. Есть как и милые животные тоже, но так и просто симпатичные сюжеты, цветы. Вот так выглядят эти иллюстрации. Здесь довольно-таки крупные детали. И опять же не буду пролистывать вам раскраску, а покажу просто на оборотной стороне те иллюстрации, которые здесь представлены. Как видите, здесь есть и цветы, и животные, и просто какие-то сюжеты. Там кофе, арбузы. И картинки очень красивые, очень симпатичные. Мне они понравились. Так что я эту раскраску решила тоже заказать. Плюс они не слишком дорого стоили на зоне. Я точно не вспомню, но примерно по 250 рублей каждая раскраска. А это очень бюджетно. Тем более здесь огромный формат, очень хорошая бумага. Так что я считаю, что цена очень недорогая для этих раскрасок. И рада, что смогла их купить. И надеюсь, что мне понравится результат. Думаю, раскрашивать здесь, скорее всего, буду гуашью, либо маркерами. Но маркерами, говорят, здесь очень большой расход. Но в любом случае я вам покажу в итоге, что у меня получится. А я хочу поделиться еще одним своим хобби. Я люблю вышивать бисером. И вышиваю я брошки, украшения, сережки. И на этот раз я решила вышить такие серьги в виде крыла бабочки. Вышивала я на фетре белого цвета. И с обратной стороны у меня тоже фетр. Дальше я их подвесила на такие швензы. Фурнитуру для таких украшений я заказываю на Алиэкспресс. Хотя, в принципе, сейчас все это можно купить и на Вайлдберрис. И получить гораздо быстрее. Вот такие сережки. Это еще одно мое увлечение, помимо эпоксидной смолы. Про которую я уже рассказывала и показывала свои работы. Но упаковка эпоксидной смолы у меня закончилась. И я пока не планирую покупать еще. Так что я решила перейти пока что на вышивание. Это тоже украшение, которое я планирую представить на выставке. Где можно будет эти украшения приобрести. Вышивание бисером это тоже очень приятное занятие. Успокаивающее. Тоже как и раскраски. Это антистресс для меня, по крайней мере. Я очень люблю вышивать бисером и смотреть сериалы, например. И это очень тоже успокаивает и релаксирует. Так что это тоже одно из моих любимых занятий. Ну что ж, друзья. Спасибо вам за просмотр. Это было все, что я сделала на этой неделе. Надеюсь, вам это видео понравилось и было вам интересно. Пишите комментарии, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. И увидимся с вами в следующих видео. До встречи. Пока.